Надежда Васильева Надежда Васильева Надежда Васильева Надежда Васильева Надежда Васильева Надежда Васильев Надежда Васильев Надежда Васильев Надежда Васильев Не было никакого дела до какой-то там студентки-практикантки. Это тебе не своя учительница, командный голос, который мигом заставит всех раступиться и прижаться спиной к крашенной стене с прорехами, облупленными в такой ненадежной штукатурке. Тихо шмыгала носом сорока, переживая по поводу своей неудачи. Упрямый взгляд зеленоватых глаз выдавал завидную устремленность. Она явно копила силы для новой попытки восхождения. Птичье прозвище было в детстве и у Лоны. Ее называли Гагарой. Гагара, постой, как наяву услышал знакомый веселый голос Борьки Тарасова. Они тогда еще заканчивали 11 класс. Стоило всплыть одному этому эпизоду, как перед глазами до час замелькали клипы той школьной поры. Гагара, постой, постой же! Но Илона даже шаг не замедлила. Ничего хорошего ей эта встреча не сулила. Опять будет доставать своей тошнотворной любовью. Да подожди ты! Куда несешься? У меня к тебе разговор самый серьезный. И его тяжелые бутсы громко застучали по асфальту. Он догонял ее и уже напряженно дышал в затылок. Только этого ей и не хватало. Не только в школе, но и в выходные от него покоя нет. Последние два года Борька преследовал ее буквально по пятам. Перед глазами, куда ни поверни голову, постоянно вставала его наглая веснушатая физиономия с восторженной улыбкой идиота. Хоть бы поскорее школу закончить, что ли, да уехать куда-нибудь подальше от его домогательств. Он-то вряд ли будет куда поступать. Извозом займется, как парням говорил. А значит, останется в их небольшом районном городке. И, скорее всего, навсегда под крылышком почитаемого в городе папаши. Отца Борькинова знали все, от мала до велика. Он был начальником их районного отделения милиции. В детском саду своим отцом Борька очень гордился. В начальной школе говорить о нем стал меньше. А в старших классах любое упоминание об отце его просто бесило. Однажды математичка, выводя в Борькином дневнике жирную единицу, усмехнулась. Отец у тебя, Тарасов, такая уважаемая в городе личность. А ты в кого пошел? Как в кого? В папочку. Борька оперся ладонями об учительский стол и приблизил свой щуп к самому лицу математички. Я его тоже уважаю. Беру за хвост и провожаю. Понятно? Это ты про отца так говоришь? Отпрянув от него, бледными губами прошептала та. А как вы угадали? Продолжал издеваться Борька. Про него, любимого и этой уважаемой личности ваш привет обязательно передам. Со злопамятной математичкой никто в классе так разговаривать не посмел бы. И теперь все ждали, когда же она начнет Борьку гнобить. Но та будто вообще забыла про Борькино существование. И случай этот канул в лето. Ты чего всегда такая смурная? Легонько тронул Илону за локоть Борька. Выходные впереди. И каникулы не за горами. А ты все хмуришься. Экзаменов боишься. Или случилось что? С чего ты взял? Разговаривать не хочешь? Тороплюсь. Не ври, Гагара. Я ведь тебя насквозь и вижу. У меня, между прочим, имя есть. А чем тебе Гагара не нравится? Довольно искренне удивился Борька. Меня вон боль бы до сих пор прозывает. Ну и что? Не сержусь. Пусть хоть горшком назовут. Лишь бы не в печь ставили. Довольно своим юмором Борька захохотал. Илона только криво ухмыльнулась на его плоскую шутку. Счастливый. Как мало ему для радости надо. Борька не заметил ее усмешки. Продолжал забавлять себя. А Гагара такая клевая птица. Так что ты это? Зря. И зашептал прямо в лицо. Понизив голос. Давай вечером встретимся. По душам поговорим. А можно ко мне пойти. Шампанского по бокалу выпить. Предки на дачу укатили. Он нервозно подкидывал рукой теннисный шарик. И ловко не глядя ловил его. Любимое занятие дебилов. Я по вечерам занято. Занимаюсь. Так что извини. Борька не отступал. Схватил ее за руку. И выдохнул прямо в самое ухо. Ведь знаешь, что с детства до тебя сам не свой. Отпусти. Слышишь? Откинула она его от себя плечом. Лучше бы ты, Тарасов, кого-нибудь пса бездомного своей любовью обласкал. Было бы лучше. Ты мне что, не веришь? Взорвался Борька. Постеснялся бы людей. Вон на нас уже прохожие оборачиваются. Борька оглянулся. Кое-кто из прохожих действительно задерживал на них свой взгляд. В расширившихся Борькиных зрачках сверкнула злость. Да я на них плевать хотел. Любому сейчас морду начищу, чтобы пропал интерес любопытничать. Прекрати. Все Владьку забыть не можешь. С горечью вырвалось у него. А тебе какое дело? Да его кости уже сгнили давно. Нет. Его нет. Понимаешь? А я есть. И люблю тебя. Станешь моей. Слово даю. Всю жизнь на руках носить буду. А ты меня спросил? Мне это надо? Но Борька ничего не желал слышать. Ему, как всегда, всеми правдами и неправдами хотелось добиться своего. Завидная целеустремленность. От кого это у него? От папаши, наверное. Короче, сегодня вечером в парке. Буду ждать тебя. Точка. Внутри у Илоны все заклокотало, забурлило. Распустился. Приказывать он ей будет. С детства пытается ею повелевать, да запугивать. Ну уж нет, не выйдет. Не жди. Все равно не приду. И никогда твоей не буду. Заруби себе на носу. И устремилась дальше с такой решительностью, что Борька отступил. Не буди во мне зверя, Гагара. Угрожающе прокричал ей во след Борька. Но, слава богу, кажется, отстал. Все выходные отсидела дома, хотя на дворе уже вовсю хозяйничал бесшабашный май. Голову дурманил запах зацветающей черемухи, и птицы заливались на все голоса, подразнивая таких, как она, домоседов. Асфальтовая дорожка, что вела от крыльца к калитке, была давно сухой, а лес, такой свежий, обновленный, манил своей простодушной открытостью. Скоро можно будет спать в мансарде, перестроенной из чердака отцом. Там было два окна. Из одного виден сосновый бор на взгорке, и из другого березовая роща, что простиралось до самого горизонта, где когда-то были совхозные без конца и края поля. Теперь, осиротевшие и никому не нужные, они зарастали крапивой, купырем, суребкой, иван-чаем, меняя свою окраску несколько раз в течение лета. Кое-где уже начинал прорастать кустарник. Из одного окна мансарды можно было наблюдать восход, из другого – закат. Жаворонка Мейлона не была, восходы наблюдать доводилось нечасто. А вот закаты… Дом свой Мейлона любила. Он хоть и небольшой, без второго этажа, но просторный. На троих три комнаты, да еще веранда, которая служила им столовой в летнее время. Под окном ее комнаты – палисадник, где цвели бордовые георгины, белые махровые мальвы и даже голубые гладиолусы. Редкостный сорт этот откуда-то привезла мама. За цветами ухаживала Илона. Цветов было много везде, не только в палисаднике, но и вдоль всей асфальтовой дорожки. Правда, здесь она старалась высаживать низкорослые сорта – анютины глазки, бархатцы, петунии. Летом в доме был водопровод, а зимой, как во всех частных домах, воду наливали в умывальник. Их участок был последним. Дальше начинался лес. Уличная дорога за домом сужалась и переходила в тропинку, которая вела на взгорок сосновый бор, а потом, извиваясь ужом, спускалась к реке. Березняк начинался за домом и огородом. В нем тоже было очень красиво. Березы необычайно высокие. Их кроны, казалось, упирались в самое небо. Дом был в три раза ниже берез. Белые стволы которых почти не имели сучьев, и роща с мансарды просматривалась насквозь до самого поля, которое в начале июня покрывалось золотом одуванчиков. Словом, куда ни глянь, везде такая красота. Миновав черемуховые заросли, что отделяли их частый сектор от города, оказываясь в совершенно другом мире, умиротворенном, без этой городской суеты, суматохи и бесхозяйственности. Ведь только в городе можно увидеть на обочине дороги заросший травой грузовик или полуразвалившийся каркас недостроенного дома, не говоря уже о мусорных контейнерах, с которыми так безжалостно расправлялся ветер. После выходных в контейнерах скапливалось столько отходов, что крышки уже не закрывались. За ночь ветер разносил все это добро на сотню метров. И шедшие на работу люди брезгливо кривились и чертыхались. Костя в душе непогоду, безответственная ЖКХ, неряшливых соседей и даже мерзкий понедельник. В их частном секторе такого не было. Соседи все как на подбор. Дома справные, участки прибранные. Такой порядок Илона видела только в Финляндии, куда лучших учеников школы отправили однажды в летний лагерь. Захотелось надеть старенькие джинсы, куртку, обувь-кроссовки и рвануть на природу, послушать, как шуршит под ногами сухой сероватый мох соснового бора, потрогать рукой теплую шершавую кору старых сосен или побродить по березовой роще, слизывая за скорузлых ран шелковистых стволов сладкие капельки засыхающего сока. И не думать ни о чем, просто созерцать эту ни с чем не сравнимую красоту, вдыхать, наполняться ее жизненной силой. Последнее время все чаще поднималось что-то в душе, рвалось наружу. Если бы умела писать, писала бы, наверное, стихи, но рифмы с ней не дружили. Если какие и проклевывались, то были такие примитивные, как детские скороговорки. Зато у подруги Светланы получалось одно из ее стихотворений Илона даже наизусть выучила. Сгребают листья и сжигают на кострах, И горьковатый дым слезой застыл в глазах. Живу я будущим, и прошлого не жаль, И это дым в глазах моих, а не печаль. Но память, как костер, горит в душе моей, И листья желтые, как тени прошлых дней. Ведь даже поезд не проходит без следа. Так не клянись, что их не вспомнишь никогда. Вот кому прямая дорога на филологические. Ее Илону всегда тянуло к Светлане. И не только потому, что та умела писать стихи. Притягивались друг к другу, словно частицы с противоположными зарядами. Даже внешне они были не похожи. У Светки вон какие светлые кудри, А у нее пряди не понять какого цвета. Словно их темным пеплом кто посыпал. И такие непослушные. Каждый день мыть надо. Иначе не уложить. И не уложишь. Топорщица во все стороны. А уж про характер и говорить нечего. Светка покладистая, уступчивая. Со всеми соглашается. А если и бывает у нее другое мнение, Высказываться не станет. Просто деликатно промолчит. И этого никто не заметит. Даже Борька обидного слова для нее не находил. И по прозвищу Татарка, Как бывало в детском саде, Давно уже не зовет. Такая вот она. Света Татаринова. Плывет себе по течению, Как самая безобидная щепка. Легко и беспрепятственно. Зато все ее любят и учителя, и сверстники. Мелькнула мысль. Зависть это у меня, что ли? Да нет, зависть это когда зла желают. А она разве хочет Светке плохого? Это успокоило. И все-таки лучше выучиться на школьного психолога. Хотя, какой из нее психолог? Отношения с окружающим миром? Как любила повторять их бывшая классная Алла Ивановна, Выстраивались у нее нелегко. Вот и Борьку взять. Лежала на тахте и листала книжку с цитатами великих и мудрых. Самый лучший способ защитить себя от проблем, Превратить своего врага в друга. Чушь какая-то. Как можно превратить Тарасова в друга? Он бы, конечно, рад. Только ей, как себя пересилить? От одного его развязанного голоса в дрожь бросает. В понедельник в школе Борька ее своим взглядом не точил. Даже когда поворачивалась в его сторону, Видела только Борькин выпуклый затылок. Дошло, наверное, слава богу. Ведь прямым текстом влепило. Чего уж там не понять. Вечерами выходили со Светкой на прогулку. Чаще всего анализировали поступки и характеры одноклассников. Нет. Не косточки перемывали. Как это обычно делали другие девчонки в их классе. Ведь старались найти не только плохие, но и хорошие черты. Даже в Борьке. А что? Трусом Борька никогда не был. Скорее наоборот. Все время лез на рожон. От своих проделок не отмазывался. Свою вину на других не валил. Разве что однажды еще в детском саде. Но это когда было. На справедливые упреки и даже наказания не обижался. От критики, правда, отмахивался. А кто ее любит-то? Ни под Лизой, ни притворой назвать его тоже было нельзя. Но если посмотреть с другой стороны, откровенный хам и выпендрежник. И усмехнулась, вспомнив случай, который произошел однажды на уроке истории. Историк Федор Евгеньевич, хоть возраста довольно преклонного, к девчонкам был заметно неравнодушен. Чего не могли простить ему парни. Когда кто-нибудь из девчонок строил ему глазки, он смущался и улыбался, как ребенок, выдавая свою слабость. Как говорится, с потрохами. При этом почему-то начинал поглаживать затылок, на котором еще только и сохранились остатки волос. Особенно удавалось это Люське Ершовой. Красавице Люську назвать было нельзя. Обыкновенная простушка, каких в школе, как говорит мама, пруд-пруди. Но вот женские округлые формы не заметить было нельзя. Они вызывали затаенный интерес мальчишек и откровенную зависть девчонок. У Люськи были одни пятерки по истории. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...